Привет, меня зовут Михаил Светов, и сегодня я хочу запечатлеть момент, когда режим Владимира Владимировича Путина окончательно спятил. Когда Алексей Навальный выпустил фильм про Димона, я не удивился. Муть, чушь всякие собирают. Да и чему было удивляться? Все давно знают, что они воруют. Очень много воруют. Навальный просто вскрыл конкретные схемы, как это происходит. Разумеется, через благотворительные фонды. Благотворительные фонды – это всегда отстирывание либо денег, либо репутации. Но все это аккуратно укладывалось в картину того, как устроен мир. Совсем другими были последние две недели. Сначала инстаграм белорусской проститутки, известной как Настя Рыбка, вскрыл коррупционную связь между олигархом Олегом Дерипаской, зампредом правительства РФ и руководителем администрации президента Сергеем Приходько и главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Американские СМИ ликуют. Рыбка предоставила недостающее звено, доказывающее попытки России вмешаться в американские выборы. Рыбка полтора года все это скурпулезно конспектирует себе в инстаграм. Я провела замечательный год, насыграла очень много чего. И даже с личного позволения Олега Дерипаски издает две книги, где ласково называют его «подход». Олегу Дерипаске все очень нравилось. Зачем вы пытаетесь обвинять Олега в том, что он поддался моим чарам или техникам соблазнения? Его никто не спрашивал. И так бы они и плавали на его 50-метровой яхте Селенго, если бы тех же самых проституток, которые обслуживают Дерипаску и Приходько, не отправили делать провокации в штаб Навального под камеры случайно проходивших мимо журналистов Live News. Но безумие на этом не заканчивается. Позже выяснилось, что сутенер Настя Рыбки... Смотри, как мы с тобой гармонично, блядь. Я в твою впадину въехал, живот. Да, еще раз, бро. И по совместительству идеолог БДСМ-культа Алекс Лесли много лет отрабатывает заказы в кластере космических технологий Сколково. В это же время развивается другая невероятная история. В здании российского посольства в Буэнос-Айресе аргентинские спецслужбы обнаруживают 400 килограмм кокаина, которые, внимание, доставляют в Москву самолетом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Российский МИД два дня подряд яростно отрицает даже теоретическую, возможность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков. Пока аргентинские спецслужбы их публично не унижают и не выкладывают фотографии погрузки 400 килограмм кокаина на тот самый борт секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, всплывает странное совпадение. Оказывается, через несколько дней после того, как власти Аргентины обнаружили в российском посольстве мешки с кокаином, в Москве обнаружили застреленным в голову начальника латиноамериканского департамента МИДа России Петра Польшакова. МИД тут же публикует заявление о недопустимости связи между трагическими смертями дипломатов и кокаином. И через час посольство стирают до уточнения деталей – события развиваются. Но белая горячка режима на этом не заканчивается. Одновременно новая газета публикует расследование в коррупционную деятельность вице-премьера Дмитрия Рогозина, который помогал своему племяннику получать заказы военно-промышленного комплекса. Оскорбленный в лучших чувствах, Дмитрий Рогозин обвинил новую газету во лжи и открестился от племянника. Но произошла незадача – Дмитрий Рогозин неоднократно хвалился своим племянником в твиттере. Новая газета ему об этом напомнила. В панике зампред правительства России закрыл свой русскоязычный твиттер, но забыл об англоязычном, где о том, как сильно он гордится своим племянником, все еще можно прочитать. Тем временем самолет секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который перевозил 400 кг кокаина из Аргентины в Москву, вылетел в Таиланд за рыбкой, которая пообещала сдать все секреты американским спецслужбам в обмен на политическое убежище. Друзья американские опрессы, я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Монопотом, Трампом и со всей этой еще михой выборы США. Я знаю очень много. Жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме. Вы просто вдумайтесь. Спасаясь от обвинений о вмешательстве в американские выборы, самолет секретаря Совета безопасности России, перевозящий в свободное время кокаин из Аргентины, отвозит в Таиланд главу совбеза РФ с целью депортировать белорусскую проститутку и секс-тренера, работающего в Сколково. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Но не успел кокаиновый борт Патрушева вывезти рыбку из Таиланда, как случилась новая напасть. Датская газета сообщила о том, что родственников Владимира Путина заподозрили в отмывании денег. Симптоматично, что в истории с кокаином, проститутками и Рогозиным отсутствует даже намек на готовность проводить парламентское расследование. А ведь это только самая вершина айсберга. Все это происходит на фоне новостей о пытках в полиции, политических посадках и насилии в детдомах. А центр по борьбе с экстремизмом сажает человека за утку в окне. Путин все играет и играет на рояле. Это обычные две недели путинской России. Две недели до выборов. Может быть, это предсмертный бред режима и карточный домик наконец зашатался. А может быть, это новая реальность. Владимир Путин довел страну до белой горячки. Дальше будет только хуже. Горячечный бред будет усугубляться. Номенклатура потеряла не только страх, она потеряла связь с реальностью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прислайте биткоины, если вам нравится, что я делаю. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok